Уважаемые участники конференции, уважаемые дамы и господа, мне прежде всего хотелось бы выразить признательность руководству Межпарламентской Ассамблеи, государству участников СНГ и другим организаторам за проведение этой международной конференции, посвященной проблеме терроризма и насильственного экстремизма в условиях коронавирусной пандемии. Глобальные угрозы и вызовы 21-го столетия, как изменение климата, вооруженные конфликты, насильственный экстремизм, терроризм и такие его опасные разновидности, как кибертерроризм, биотерроризм в условиях распространения COVID-19 представляют собой чрезвычайную опасность, учитывая мобилизацию усилий всего мирового сообщества на преодоление сложнейшей проблемы в борьбе с новой вирусной инфекцией, распространившейся в мировом масштабе. Пандемия показала необходимость безотлагательных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19 и готовность системы здравоохранения в целом к возможным новым вызовам. Пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что Азербайджан с первых дней пандемии выступил в авангарде борьбы с новой коронавирусной инфекцией, оказав всемирной организацией здравоохранения финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов и гуманитарную помощь в виде различных средств предотвращения новой вирусной инфекции более чем 30 странам мира. По инициативе Азербайджана состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусом. Уважаемые дамы и господа, хотя внимание мирового сообщества государств приковано к пандемии, вызвавшей самый серьезный кризис за последние годы, противодействие терроризму и насильственному экстремизму остается одним из наиболее актуальных вопросов глобальной повестки дня. Уверена, что одним из важных направлений противодействия насильственному экстремизму является урегулирование вооруженных конфликтов, содержащих в себе определенный потенциал для формирования очагов терроризма, с чем и столкнулся Азербайджан в ходе освобождения в прошлом году своих территорий, находящихся под оккупацией Армении около 30 лет. Напомню, что на фоне пандемии, когда страны мира стали объединяться в деле поиска выхода и сложившейся ситуации в связи с коронавирусом, и несмотря на призыв международного сообщества прекратить огонь по всему миру, летом и в сентябре прошлого года Армения вновь предприняла военные провокации против Азербайджана. Была попытка захвата новых территорий. Наши города, селы, военные позиции подверглись артиллерийскому огню, бомбардировке баллистическими ракетами, что привело к большим потерям среди мирного населения военных. В зону вооруженного конфликта стали стекаться террористы из разных точек планеты. В основном это были этнические армяне Сирии, Ливана и даже из европейских государств. И было абсолютно ясно, что использование подобного контингента не могло оказать какого-либо влияния на окончательное военное решение застарелого конфликта, поскольку криминальным элементам противостояла регулярная армия Азербайджана. И в течение 44-дневной Отечественной войны Азербайджан дал достойный отпор, восстановил справедливость и свою территориальную целостность. Нам удалось очистить свою оккупированную территорию от диверсионных групп боевиков, террористов и фактически выполнить самим четыре резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций, которые 27 лет оставались на бумаге, и механизм имплементации этих резолюций, к сожалению, не был задействован. Уважаемые коллеги, Нагорно-Карабахский конфликт уже урегулирован, и здесь хотелось бы подчеркнуть особую роль России в урегулировании этого конфликта, при участии которой 10 ноября прошлого года было подписано трехстороннее заявление между президентами Азербайджана, Россией и премьер-министром Армении. В настоящее время на освобожденных территориях проводятся работы по разминированию, в процессе которых, к сожалению, гибнут люди, как военные, а среди них есть и представители миротворческих сил России, и также гражданские лица. Этих смертей в послевоенное время могло бы и не быть, если бы Армения предоставила бы карты минных полей, что она и должна сделать в соответствии с международным правом. В этой связи Азербайджан обратился к международным организациям, и считаю необходимо заявить, что международные структуры, международные организации должны воздействовать на Армению. Дамы и господа, для устранения факторов уязвимости международной стабильности, предотвращения рисков, которые представляют собой терроризм и насильственный экстремизм, необходима выработка нового стратегического курса международного сообщества.